Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга Гусева, я художник. И сегодня мы с вами порисуем вместе. В основном я рисую на природе, на пленэре, в поездках, в путешествиях, далеко или близко. Это совершенно не важно. Мне нравится привозить свежие, живые впечатления от тех мест, где я бываю. И я хотела бы показать вам работу с очень легким, ярким, удивительным материалом, масляной пастелью, который позволяет брать ее с собой в любое место, легко, быстро начинать работу, запечатлевать то, что вы хотите, неважно, сколько у вас времени, будь то 5 минут, 15 или час, и потом делать из этих скетчей, из набросков какие-то уже законченные работы. Этот материал легкий, он не требует никаких дополнительных инструментов, проспособлений, разбавителей, хотя все это тоже можно использовать. Вы можете экспериментировать у себя дома или в мастерской, а в поездку брать с собой минимальный набор. Минимальный набор, что вам понадобится сегодня или вообще, когда вы захотите рисовать, состоит из двух компонентов. Это, собственно, пастель, то есть мелки, и основа, на которой вы будете рисовать. Начнем с мелков. Мелки обычно продаются в наборе, а также поштучно. В наборах масляной пастели меньше цветов, чем в сухой. То есть, если вы были в магазине, вы, наверное, видели огромное какое разнообразие сухой пастели. Масляной намного меньше, в принципе, это и хорошо, и плохо. То есть, есть преимущество в том, что у вас есть набор, и все, работаете как есть. То есть, ограниченность, она в определенном смысле работает на нас. Ну, с другой стороны, немножко бывает сложно, что, когда вам нужно подобрать какой-то конкретный цвет, вы не можете просто пойти и купить готовый мелок. Вам нужно как-то придумывать, работать с теми цветами, которые есть. Я поэтому советую купить сразу какой-то большой набор, чтобы у вас было под рукой те цвета, которые могут пригодиться. Особенно это касается не только вот ярких таких базовых цветов, которые всегда идут в наборе, которые есть даже в маленьких наборах, но и нейтральных, приглушенных каких-то оттенков. Возможно, их стоит докупить отдельно. Вот, вы увидите, что только из ярких цветов очень трудно создать гармоничную картинку, хотя, конечно, можно постараться, но это будет сложнее. Поэтому берите набор и плюс к нему, например, дополнительно можете докупить какие-то нейтральные оттенки. Вы это увидите еще в процессе нашей работы. Какие именно и как они выглядят. Масляная пастель разных производителей, она отличается между собой по мягкости в основном. Я не советую использовать детскую масляную пастель, которая продается для детей в больших, может быть, ярких наборах. Она, как правило, твердая и она вам не даст вот этого маслянистого такого мягкого ощущения, как дает профессиональная. Поэтому, если у вас уже есть, используйте то, что есть. Если вы хотите купить набор, то посмотрите в магазине, попробуйте мелок на бумаге. Я сейчас покажу, какая бывает разная консистенция и какая вам даст больше как бы удовольствие от работы. То есть более твердая пастель ложится хорошо на бумагу. Van Gogh это одна из более твердых марок, но тем не менее она насыщена, пигментирована и хорошо ложится. То есть если я надавливаю на мелок слабо, то получаю фактуру. Если я надавливаю сильно, я могу плотно закрыть бумагу. То есть это мягкость, которой достаточно, но по отношению к другим она немного более твердая. Корейская пастель бренд Moongeo. Обращайте внимание, что именно она должна быть с надписью вот такой галери. Тогда это та серия, которая предназначена для профессиональной работы, то есть она более мягкая, она такая маслянистая, шелковистая, легко ложится на бумагу. Конечно, на видео это трудно понять, но если вы возьмете разные мелки в руку, вы почувствуете немножко есть разница. И самая мягкая пастель из тех, что вот вы можете сейчас приобрести, это сенелье. Самый мягкий мелок, он фактически похож на масло, которое просто в форме мелка. То есть если вы любите работать маслом и хотите что-то более мобильное, такое легкое и удобное, то вы можете вот просмотреть этот бренд. То есть она очень похожа на помаду по своей консистенции и накладывается как, буквально как мазки масла. После того, как вы выбрали себе, взяли свою коробочку с пастелью, вторая вещь, которая вам понадобится, это блокнот или альбом или бумага. Конечно, в поездке удобнее всего взять с собой блокнот или альбом, который вы просто можете положить в сумку, в рюкзак и носить его с собой. Главное, чтобы он был легким, потому что если он будет легким, вы будете его брать с собой. Если вы будете его брать с собой, вы будете рисовать. Я советую вам для этого материала не брать белую бумагу. И альбомы в том числе, блокноты в том числе, они бывают с кремовой бумагой, бумагой цвета крафт, с серой бумагой. Отлично подходят блокноты, предназначенные для сухой пастели. Вот, например, у меня есть небольшой блокнот, он состоит из бумаги разных цветов, то есть вы можете подбирать бумагу под сюжет и переложен вот такой калькой, то есть, соответственно, соседние листы не пачкают друг друга, это очень удобно. Ну и любой блокнот, где есть серая бумага или черная, тоже очень подойдет и вам будет интересно экспериментировать и пробовать разное. Качеству бумаги нет никаких требований. То есть здесь не настолько это важно, это не так важно, как в акварели, например, да, где качество бумаги определяет вообще. Здесь не важно, вы можете купить самый дешевый, самый простой блокнот и с разноцветной бумагой, он будет отлично для вас работать. Для работы уже дома или в мастерской можно использовать листы бумаги отдельные, пастельные бумаги или любой цветной бумаги, это может быть дизайнерская бумага, крашенная в массе, это может быть опять же пастельная и это может быть крафт, это может быть картон серый или коричневый и вы даже можете взять любой лист простой бумаги акварельной или гладкого ватмана и покрасить его гуашью, затонировать и сделать себе основу. Мы будем это делать в том числе в одном из уроков этого марафона.